Таиланд – это страна, для одних которых считается рай, а для других – ад. Потеря свободы на долгие годы – это один из худших жизненных сценариев, которые можно было себе представить. Большинство людей сознательно нарушают закон, подвергая себя исключению из общества и ухудшению условий существования. Поэтому редко преступники могут рассчитывать на сострадание. Однако по всему миру есть места изоляции, которые смело можно назвать адом на земле. Банг-Ванг – заключенные в этой тюрьме, кроме изоляции от мира в виде лишения свободы, должны быть подготовлены на отсутствие гигиены, насилия и повседневную борьбу за выживание. Многие из них – это тайцы, для которых пребывание в тюрьме стало финалом неудачной попытки контрабанды наркотиков. Только ограниченному числу счастливчиков удается покинуть эти стены, прежде чем их найдет смерть внутри этих стен. Банг-Ванг – одна из самых суровых тюрем в мире, находится в Таиланде, а информация отсюда замораживает кровь в жилах и напоминает историю из страшного сна. В 10 километров к северу от Бангкока находится клочок земли, который лучше знать только из средств массовой информации. История очевидцев о пребывании в тайском аду – это редкость, потому что посадка в этом месте чаще всего заканчивается смертью. Отсюда редко кто выходит живым. Такая судьба встречает 95% всех поступающих сюда заключенных. За стенами Бангкока существует другое, совершенно отличный от современности мир, в котором жизненные смыслы приобретают такие понятия, как время, счастье, достоинство и жизнь. Трудно поверить, что в 21 веке в мире еще есть такие места. Тюрьму построили китайцы в 30-е годы. С самого начала предполагалось, что это будет не заурядная тюрьма, а учреждение строгого режима и зона для самых тяжелых преступников, которые Бангкванги будут ждать смертный приговор или результат обжалования такого решения суда. Место быстро приобрело дурную славу самой худшей тюрьмы в мире. Большая часть правил, введенных почти 100 лет назад, действует и сегодня. Наиболее ярким примером являются стальные кандалы на ногах заключенных. Каждый заключенный носит их в течение первых трех месяцев. Но преступники, приговоренные к смертной казни, носят кандалы постоянно. Теоретически отказались от этой практики еще в 2013 году, но на самом деле часть преступников носит тяжелые оковы до сих пор. Современная система наказания предполагает, что пребывание в изоляции от общества должно заставить заключенного задуматься и подготовиться к возвращению на свободу, как примерного гражданина. Однако в Бангкванге царят совсем другие правила, чем в цивилизованной части мира. Здесь важно выживание, а жизнь за стенами руководствуется неписанными законами криминальных джунглей, которые кишат убийцами, насильниками и наркодельцами. Большинство заключенных осознают, что никогда отсюда не выйдут. Поэтому в это своеобразное общение происходила иерархия, которая во многом определяет физическая выносливость отдельных единиц. Без этого шансов на выживание практически нет. Продовольственные пайки, а питанием это назвать практически нельзя, в Бангкванге находятся на уровне минимума, необходимого для выживания. А все, что выше миски риса в день, это надо отобрать у сокамерников. Однако количество и качество пищи отходят в начале пребывания здесь на второй план, потому что опаснее для жизни инфекции, катастрофические гигиенические условия и всепроникающие болезни, в том числе туберкулез и малярия. Как правило, преступники быстро погибают от заражения крови и от ран, полученных при ношении кандалов или экзотических вирусов. Но рассчитывать на медицинскую помощь нет смысла, потому что там ее просто нет. Для тех, кому удается выжить в первые месяцы после приговора, ждет вечное гниение в сочетании с уроками выживания среди худших преступников со всей Азии. Надежда на королевское помилование это единственное, что заключенных держит здесь при жизни, которое сопровождается медленной агонией. Нагмалосердие и возвращение на родину, как правило, могут иметь только иностранцы, а их здесь достаточно много. Перед строительством здания тюрьмы предполагалось, что за стенами будут находиться около одной-двух тысячи заключенных. В настоящее время там находится 8 тысяч человек, и они не имеют шансов на изменение этого положения вещей. Среди бывших заключенных из Банкванга самый известный – это поляк Михаил Паули. Он написал книгу о пребывании в аду. Он был приговорен к смертной казни, однако приговор был заменен на пожизненное заключение. Он был помилован королем Таиланда, который, как правило, рассматривает положительно только на один запрос в год из десятков тысяч, которые к нему попадают. Михаил Паули после шести лет пребывания в аду дождался выхода на свободу, а его помилование призывали три президента. Банкванг – это не единственная такая тюрьма. В мире есть еще много мест, в которых пребывание напоминает кошмарный сон. Если вам понравилась статья, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и мы выпустим еще много интересных материалов. Всем спасибо! Спасибо!